Новые подробности о Курском прорыве границы. Российские колонны оккупантов и техники горят. Вот что осталось. Укрась жениха по-российски. Власти Белгородской области начали эвакуацию из села Колотиловка. Неординарный выпускной сломал психику ребенка. Пойдешь, Костя? Пойдешь, обещаешь? Мы все, я тебя ждем. Всем привет, меня зовут Юлия Корт и это программа «В тренде». Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости, показываем интересные видео и развенчиваем фейки. Новые подробности о Курском прорыве границы. Ими делилось издание «Блумберг» со ссылкой на источники. Как оказалось, командование не проинформировало Путина о возможном наступлении ВСУ на Курскую область. Хотя разведка знала об этом еще две недели назад. Также издание отмечает, что силы РФ были атакованы врасплох и не оказывали сильного сопротивления. И на данный момент у Кремля заканчивается терпение в отношении действий главы генштаба Герасимова. Мы уже рассказывали, что на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной были выделены миллиарды. Но депутатам Курской областной думы было очень весело. Они так увлеклись воровством, что просто забыли хоть что-то построить. Россия перебрасывает резервы в Курскую область, РСЗО, артиллерийские орудия, танки и автотехнику. Пропагандисты сами публикуют кадры выдвижения колонн. Суджинский район Курской области. Прямо сейчас из Курска на наши позиции идет очередная партия военной техники. Я сейчас вижу и самоходные артиллерийские установки, и бронемашины. Все для того, чтобы укрепить позиции наших бойцов, которые прямо сейчас выбивают из Курской области формирование ВСУ. А вот власти Белгородской области начали эвакуацию из села Колотиловка, которая находится в 40 километрах от Суджи. Ну как начали эвакуацию? Вы едьте сами, а если с работы не отпустят, тут поможем. Договоримся. А вот жители Суджинского района не знают, как себя вести после побега властей, поэтому просят помощи у Путина. Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых... И помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Заметили? Войну войной назвала. Но потом все перезаписали. Мужики поехали наш Донбасс уничтожать. А как пришла война к ним домой, Путин их просто кинул. А вот и поддержка, которую просили жители Курщины. На Ростов-Арене запустили бегущую строку. В то же время Путин заявил, что жители Курской области, покинувшие регион, получат по 10 тысяч рублей. Решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены. И, как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи. Чтобы вы понимали, 10 тысяч – это примерно по 100 долларов. И с миру по нитке. А потом еще и заявил про использование в Курской области неизбирательного оружия. На что Минобороны РФ показало, как лихо и героически кабами уничтожает российское село Дарьино Курской области. Своих не бросаем, бомбим и спасаем. Российские военкоры утверждают, что якобы украинские военные контролируют большую часть города Суджа и соседнее с ней село Гончаровка. Бои приближаются к Корневу и Рыльску. Ночью вблизи села Октябрьское в Рыльском районе Курской области разбили российскую военную технику. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Бои уже идут в нескольких десятках километров от Курской АЭС. В МЧС РФ сообщили, что обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео. И обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. Не очень-то и расстроились российские срочники на Курщине. Те, которые не вышли сразу с поднятыми руками к ВСУ. Как множество их побратимов. Спрятались по норам и слушают украинское радио. В Милане может заборонить продаж Морозова пища пивночей. На, стойте. Я сподеваюсь Влада Милану майя. Россия и ее импортозамещение. ВК займется импортозамещением WhatsApp. Кремль заявил, что пора создавать новый национальный месседжер. Во времена блокировки Телеграм власти пытались сделать там-там от Mail.ru альтернативой месседжеру Дурова. Туда же переходили российские ведомства вроде Следственного комитета. Очевидная идея закончилась провалом. Теперь пойдут по второму кругу. В ВК считают, что WhatsApp и YouTube могут заблокировать полностью уже этой осенью. Украсть жениха по-российски выглядит примерно так. Действия происходят в Благовещенске. И это не конкурсы на свадьбе. Тут жениха задержали прямо во время росписи в ЗАГСе. А случилось то, что пару месяцев назад он воткнул нож в грудь одному из мужиков, отмечающих День Пограничника. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Интересно, а успели подписи в документах поставить? А то ж теперь пойдет в штурмовики, а жена сможет путинские похоронные получить. Уже в том году такое происходило на России. Но жить же их ничему не учит, поэтому история повторяется, а мы продолжаем тихонько офигевать. В Якутии воспитатели детсада решили поиздеваться над ребенком, чтобы наказать его мать за жалобы на учреждение. Мальчику провели отдельный выпускной, изолировав от других детей. Они праздновали в другом месте. История началась с того, что сын простыл в саду. Потому что детей постоянно водили по морозу. Мать пожаловалась в Роспотребнадзор, а ведомство подтвердило факт нарушения. И, как говорят в Украине, ма ему тэшчо ма ему. Осталось только все хорошее, что было в этом детском саду. Давай, зайдем, подержи, вашу мучку, можно? Давай. Пойдешь, гости? Пойдешь? Обещаешь? Ну, все, я тебя жду. До свидания. После неординарного выпускного, который явно сломал психику ребенка, родители вновь пожаловались властям. Но руководству садика всего лишь сделали замечание. Маша из Макеевки проверила детскую площадку и нашла там очень много всего интересного. Стируем еще одну площадку в городе Макеевской. Напомню, что город Донецкой области россияне оккупировали еще в 2014 году. И вот, спустя 10 лет решили подарок сделать. Но что-то пошло не так. Боже мой, тут же нет вообще лестницы, чтобы сюда залезть. Как сюда залезать? Есть только вот эта единственная лестница, по которой вообще не поводится залезть. Тут же нет поручней и ступени. Как по ней можно залезть? Вообще нет. Дорогой. А тут же нет качели. Тут, наверное, должно висеть круглая большая качель. А я не могу. Ой, я нашла паспорт в этой площадке. Тут не хватает вот этой качели. И вот это и лестница. Как говорится, не жили хорошо, не надо начинать. Ох уж эта Россия. Ох уж этот русский мир. Очередной оккупант с Хабаровского края попал в плен и рассказал, как оно – идти воевать за путинские имперские замашки. Ничего удивительного, серия своих не бросаем. Команда они с нами практически никогда не общалась. Замболитов мы видели пару раз. И то, когда только приносили какие-то листовки. Либо он перед Новым годом приезжал, агитировал всех, чтобы подписали контракт. Если кто не подпишет контракт, должны были перевести в 5-е подразделение, так называемая 5-я штурмовая бригада. 23-го, 24-го меня уже никто не искал. Меня не пробовали вызывать, ни каким-то другим образом никто не связывался. Поэтому нас просто-напросто списали сразу еще, наверное, при… Когда Маталыгу разберут. Это просто собирают людей из мелких городков, чтобы просто уничтожить остатки населения мужского. Я не знаю, как это назвать по-другому. Это тоже подтвердил его слова. Говорит, мол, штурмовики живут от одного до трех дней. Штурмовики живут от одного до трех дней в среднем. Кому везет, живет дольше. Кому не везет, не живет. Лично это видел своими глазами. Вот так вот поведешься на обещанные путинские выплаты, подпишешь контракт и пойдешь штурмовать Волчанск. Но почему их никто не предупреждает в военкомате, что до первой зарплаты можно и не дожить? Странно. А эти с великой и могучей спустя два с половиной года войны до сих пор на шмотки собирают. В связи с сильной жарой и постоянными перемещениями в очередной раз хотим вас попросить оказать нам помощь в вещевым имуществом. В Екатеринбурге прошел очередной рейд против мигрантов. Его провели дружинники с местными полицейскими. Задержали в итоге девять нелегалов. И нет, они не занимались беспределом, драками, грабежом. Их приняли, когда те торговали овощами и фруктами. И тут открылась вся сущность россиян. Они не стали терять времени зря и начали грести все, что видят. На вопрос, собираются ли они заплатить за продукты, ответили, нет, они же нелегально торгуют. Ну и как вы думаете, что делали силовики? Впервые доблестная российская полиция с народом. Они попросту на все смотрели со стороны, никак не вмешиваясь. Вообще-то по закону должны были обеспечить охрану имущества, временно оставшегося без владельца. Но это ж Россия. Какие законы? Хотя нет, какие-то законы они все же выполняют. Естественно, выгодные для Кремля. Мужчина захотел провести митинг против замедления YouTube, который, к слову, уже не работает со вчера. Все сделал по закону, написал официальное заявление с просьбой. Но власти Москвы ему это сделать запретили, сославшись на коронавирусные ограничения. И тут чиновники вспомнили, что все должны быть законопослушными. И предупредили жителя столицы, что в случае проведения указанного мероприятия, организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности. На России появился, вы не поверите, еще один шаман. Бурятский шаман. И снял свой клип с очень многозначительным названием. «Русские не сдаются, буряты не бегут». Знаем, знаем мы этих бурятов, которые не бегут из путинских штормотрядов. «Русские не сдаются, буряты не бегут». Так завещали предки Уракша, Хубуду. «Русские не сдаются, буряты не бегут».